Йога для мозгов Это совершенно очаровательно и прекрасно Что, собственно говоря, и услышали, увидели сейчас все слушатели Ютуб-канала «Серебряный дождь» Александр, добрый вечер, я вас рада приветствовать, наконец-то Меня слышно? Отлично, да, слышно отлично Так я пусть не одеть наушники или одеть опять? Ну, глядите, давайте для того, чтобы связь была идеальна, все-таки давайте попробуем через наушники тогда Я все слышу Ну, во-первых, добрый вечер Это большая трагедия, что сугробы уменьшились на 10 сантиметров, неправда, Редактория, да? Но это не помешает нашей замечательной йоге для мозгов Сегодня, 25 января, про Эльсии на «Серебряном дожде» Идет она из моей переговорной, чему я очень рад, потому что не стою в московских пробках В пандемии тоже надо искать свои положительные качества, да? Я бы отметила, в качестве положительного качества Это картинка, которая за вашей спиной, какие-то кинопостеры Можно присоединяться на YouTube и рассматривать с удовольствием Да, там у меня большая коллекция Извините, вы, слушайте, любимая Можно я вас так называю? Любимая? Вы немножечко пропадать стали? Я буду менять тогда картинку каждую неделю, чтобы вы посмотрели хотя бы часть моей коллекции Потому что тут меня окружает масса всяких интересных вещей Когда приходят люди и говорят, Александр Андреевич, у вас как в музее Я очень обижаюсь, потому что всегда отвечаю, нет в музее таких вещей нет Они только-только здесь Ну хорошо, йога для мозгов Йога для мозгов, наша любимая В течение часа я рассказываю о людях известных или о каких-то событиях Рассказываю о том, что было То, что мне кажется интересным и слободневным на самом деле Или имеет какое-то отношение к нашим сегодняшним дням И в течение этого часа я задаю пару вопросов Вы мне на них отвечаете Сегодня у нас 25 число Значит, скажем, каждый, вернее, не каждый Второй, правильно ответивший на этот вопрос Цифра 25 начинается с двух Второй, правильно ответивший на этот вопрос Получает книгу йога для мозгов С очень симпатичными загадками в подарок Естественно, я все подпишу И все такое прочее Куда надо писать, Мария, скажите? Пишите на цифры Плюс 7903-797-6333 Обязательно подписывайтесь и оставляйте свой контактный телефон Правильно, слушайте, пожалуйста, Серебряный дождь И, конечно, нашу любимую йогу для Москвы Совсем недавно я прочел Совершенно удивительную вещь Которая происходит в киноиндустрии В Соединенных Штатах Америки Но там как-то немножко все Очень забавно начало развиваться В течение последнего времени Что такое слепой кастинг? Слепой кастинг – это значит, что на роли режиссер И это, в общем, дискутируется на сегодняшний день Но уже пару фильмов были сняты со слепым кастингом Будут выбираться актеры, которые записываются сами Желающие на эту роль И то ли лотерея, то ли не видя этих актеров Режиссер обязан будет их взять Поэтому женскую роль может играть абсолютно кто угодно Или мужчина, или женщина, или транс какой-то человек Потому что их развелось неимоверное количество Вот этих трансов И режиссер обязан будет взять этого актера Потому что последняя тенденция Голливуда Считается, что никакого отношения Сама роль, вернее, сам персонаж Не должен иметь к актеру, который ее играет Ну, мы все видели Афишу И я думаю, что все видели Анны Карениной С чернокожей девушкой, которая играла А совсем недавно вышел какой-то сериал про английский двор Он называется Бриджертоне И он продлен на второй сезон Это я не видел Я правильно говорю, что роли английского двора и короля Играли тоже чернокожие ребята Ну, там король, скажем, все-таки не чернокожий человек А вот королева, да Ну и, надо сказать, есть чернокожий герцог От которого падает в обморок вся женская часть, просмотревшая сезон Ну, это я так Да Ну, падает, не падает Но, в общем, эта тенденция разрастается И эта тенденция... Я не знаю, будет ли... Потому что уже, по-моему, я уже сказал В роли Идианы Джонсона, которую он будет снимать Но за это получил нагоняя И тут же свои слова забрал обратно Однако сегодня я буду говорить О, может быть, одном из самых значимых событий Многолетним в жизни кинематографа И вот почему Дело счастлива в том, что Вторая и третья серия отборов И номинаций на, наверное, все-таки самую знаменитую премию В кинематографе «Оскар» Начинается буквально через несколько недель И будет продолжаться Не знаю, как он будет проходить в этом году Потому что пандемии будет ли вообще Но... Что-что? Мария? Да Но... Но... Если он будет онлайн, скажем То все равно отбор происходит сегодня И все равно каким-то образом Тот знаменитый театр, который там Когда-то назывался Кодеком А теперь называется по-другому Наверное, все-таки будет участвовать Красную дорожку Каким-то образом мы увидим Все равно это самая престижная Самая знаменитая премия В мире, связанная с кинематографом Так вот О премии «Оскар» я сегодня хочу рассказать Как она получилась Что с ней стало Какие были скандалы И так далее Мария, вы хотите мне что-то сказать? Точно Мы начнем про «Оскар» сразу после рекламы Александр Добровинский «Йога для мозгов» Сегодня мы говорим О премии «Оскар» Я напомню, что у нас будут Два вопроса, ответив На которые вы получаете книгу Александра Добровинского Но вопросы будут уже По ходу этого часа Александр В 1926 году Основной Луис Майер Придумал некую систему Поощрения кинематографа И людей, которые играют Главную роль в кинематографе Потому что он чувствовал Что знаменитый Голден Майер-фильм Это его детище Один из главных столпов Конечно, Голливуда Он чувствовал, что кинематограф Так или иначе Уже он тогда был Кинематограф У нас есть, конечно Небольшие проблемы Со связью Вот то вы появляетесь Александр И то немножко пропадаете Вот пропало Вот последнее То, что вы говорили Да Давайте я попробую еще раз Я не знаю Где я пропал Но, скажем В 26 Так Получается, что пропадаете Вы достаточно часто Ну, мы попробуем Сейчас вот устранить Эту техническую проблему Похоже у нас Или у вас, Александр Что-то происходит С интернетом Поскольку происходит Такое подвисание Давайте попробуем С этим разобраться Сейчас мы с техническим Директором И продолжим Йога для мозгов Которая сегодня Я напомню Посвящена Оскару Это программа Йога для мозгов Я надеюсь, что мы Наладили нашу связь Александр, еще раз Вы на связи Ну, еще раз Добрый вечер Еще раз Я страшно рад Видеть Только я похвалил Современную технику По которой я могу Говорить Из своего офиса Как я понял Что лучшего в жизни Чем общение С Мари Армас Быть один на один Быть не может И это должно быть Воочию Я должен к вам приезжать И тогда все будет хорошо Однако Премия Оскар В 1926 году Луис Майер Человек, конечно Гениальный Во всех отношениях Понял, что Не мое кино А именно То кино Которое Проповедовал он А он Проповедовал Конечно Кинематограф Который должен Идти в массы Ну, потому что Он был такой Хороший капиталист И должен был Привлечь Много денег Себе В компанию Которую он Огранизовал Придумал Некую премию Которая еще Не носила Название Оскар Но он Очень хорошо Понимал Одну Простую Вещь В ту секунду Когда кинематограф Появился В кинематографе Появились Звезды На тот момент Звездами были Такие известные люди Как Бестер Киттон Как и Чарли Чаплин И Дуглас Феррбэнкс Или Мэри Пикфорд И так далее В общем Они Люди Которые Действительно Начали быть Любимцами Публики Майер Владелец Компании Голден Майерфильм Хорошо понял Что вот На этом Можно сделать Дополнительную рекламу Которая будет Не очень много чего Стоить ему Потому что Это просто Идея Которую надо Воплотить Но Эта идея Даст Свои плоды Потому что Будет Собирать Такой ажиотаж Вокруг Кинопремии Которая будет Сосна Сказано Сделано Были собраны Некоторое количество Академиков Так называемых Академия кино Которая Получила свое Как бы Название В дальнейшем Сначала Она называлась Международная Академия После этого Американцы Довольно быстро Поняли Что Международная Академия Никакого отношения К США Не имеет Они вообще Наплевали на всех И она получила Раз и навсегда Название И стала Академией Кинографических Искусств И наук Обижать Всех остальных Кроме актеров Было нельзя Поэтому В Академии Появились Несколько Гильдий Это конечно Были гильдии Актеров Это были гильдии Режиссеров Ну и технарей Операторов Помощников Операторов И так далее Так Собственно И развивалась Премия Академия До Поворотного Момента Поворотный момент После того Как все Как бы было сделано Произошел 15 февраля 1929 года И собственно Поэтому февраль И март Считается Вот такой Отправной точкой Но это нормально За прошлый год Мы должны Вручать Какие-то премии Говорили Англичане И вот В 1929 году Уже скромный Скромняга Майер Сказал Что нет Нет Не давайте Премию Фильму Который был Сделан у нас На Голден Майер Фильм А это был Довольно Хороший фильм Знаменитого Режиссера Кинга Видера Который назывался Толпа И он должен был Получить Премию Однако Луис Майер сказал Нет Категорически Нет Я ставлю Ветта И получил Другой фильм Фридрихом Мурнау Тоже довольно Известного В дальнейшем Режиссера Который Назвался Восход Солнца Вот таким Скромнягой Оказался Основатель Премии Оскар Название Само название Оскара Довольно Забавная вещь Само название Оскар Находится В Нескончаемом Потоке Споров Потому что Есть Много Версий Почему Оскар Называется Оскар Но есть Две Основные Первая Принадлежит Первая версия Почему Оскар Называется Оскар Принадлежит Довольно Скандальной Женщина С жутким Совершенно Характером От которой Шарахался Весь Голливуд Но Прекраснейшая Актриса На свете Совершенно Гениальная Женщина Которая Сыграла Удивительные Роли В фильмах Которые Я вам Очень советую Посмотреть Это Например Лисички Или Все о Еве И Мари Знаете Кто Это Наверняка Это Бет Дэвис Бет Дэвис Такой Злой Женский Гений Голливуда Что именно Оскар Она Назвала Статуэтку Оскаром Потому что Изображенный На ней Мужчина Который Стоит На Бобине Такой Кассете Из-под Пленки Или С пленкой Очень напоминает Ее мужа Есть Вторая Версия И Может Вторая Версия Сравниться С Бет Дэвис Которая Держала В руках Действительно После Все Оскар Безусловный Она Сыграла Много Прекрасных Ролей Последний Раз Была На Каннском Фестивале За несколько Месяцев До смерти Старушка Уже Совсем Приехала Хотела Окунуться В атмосферу Каннского Фестиваля И Я чувствую По Взгляду Мари Что Мне надо Задать Какой-то Йога Для Мозгов Вопрос Первый Да Будет Так А Вопрос Такой Забавный Я вам Скажу Дело В том Что Во время Войны Американцы Перестали Делать Золоченого Оскара Слушайте Ну Делали И делали Но Вот Наступила Война Надо было Экономить И Оскар Стал Незолотым Кстати У Коллекционеров Он Его Разыскивают Намного Потому что Он реже Конечно Встречается Но Идея Была Сдута Американцами У кого-то Вот у кого И каким образом Была Свистнута идея Делать Не золотой Оскар А делать Его Алюминиевым Второй Который Правильно Ответит Получит Подарок Я еще раз Напомню Плюс 7 903 797 6 333 Отвечайте У нас Осталось Не так Много Времени 3 минуты Поэтому Я буду Продолжить Рассказывать Итак Библиотекарь Которую Звали Маргерт Херрик Которая Потом Играла Роль Исполнительного Директора Академии Рассказывала Что Вообще То Оскар Похож Совершенно Не похож На мужа Бэт Дэвиса Похож На ее Дядю И когда Она увидела Вот Вот это Все Она сказала Боже мой Это мой Дядя Это вообще Совершенно Совершеннейший Оскар Вот такие Две версии Которые Существуют В природе По Которые Пытаются Перетянуть На себя Название Этого Оскара Но Так или иначе Рыцарь Который Стоит На Бобине В котором Кстати Это важный Момент Пять Отверстий В самой Бобине Чему Соответствуют Пять Отверстий Они На катушке На этой Которую Я называю Бобине И представляют С собой Пять отделов Академии Продюсер Сценарист Режиссер Актер И техник На сегодняшний день Конечно Таких Гильдий Намного Больше Скажу вам Что статуэтка 33,5 см Такая уж Большая Весит она От 3,5 кг До 3,85 кг Грамм 850 грамм В зависимости Не знаю Чего от подставки Наверное Она Она изготовляется Из покрытого Золотом Сплава Британия Есть такой металл И покоится На постаменте Из черного Мрамора Что делает Статуэтку Выше Высшая награда Которая существует До сегодняшнего дня Премии За Соответственно Какие-то достижения В кинематографе Ну вот Теперь мы Наверное Должны будем Все-таки Прерваться На какое-то мгновение Александр Давайте Сфокусируем Вопрос Потому что Все стали Внезапно Писать Из чего Сделан Оскар Из гипса Из дерева Но вообще-то Мы уже сказали Из чего он сделан Вопрос У кого Была свистнута Эта идея Позволю себе Такую формулирую Давайте еще раз Во время войны Вот этот Дорогостоящий Оскар Покрытый золотом Делать Перестали Эта идея Пришла в голову Многим Кстати Людям Это подсказка И эта идея Была не нова Во время войны Делать Незолотые вещи Вот у кого Эту идею Позаимствовали Какой пример Послужил Оскару Который перестал На время Военных действий Быть золотым Вернемся Через несколько минут Йога для мозгов На серебряном Дожде Дорогие друзья Добрый вечер Йога для мозгов С Александром Дуровинским Я продолжу Говорим мы сегодня Об Оскаре Интересная вещь С Оскаром Происходит Причем На протяжении Всего 20 века Начиная С 29 Года Когда первый раз Оскар Был вручен В 26 Году Пришла идея Потом в 29 Он был вручен Была масса Премий И я вам сейчас О них расскажу Которые появлялись И исчезали По понятным Иногда по понятным Причинам Иногда Совершенно по непонятным Почему Академики Отвергали Такие вещи Которые На мой взгляд Должны существовать Передо мной Список И так С 34 По 38 Год Присуществовал Лучший Премия За лучший Помощник Режиссера Лучшая Хореография Исчезла В 38 В 38 Году Лучшие Технические Эффекты Вот просто Лучшие Технические Эффекты В 29 Потом Они появились Лучшая Музыка Адаптация Или Аранжировка Важный Момент Не просто Лучшая Музыка Потому что Есть Лучшая Музыка Исчезла Потом Появилась Лучший Цветной Короткометражный Фильм Больше Нету В 38 Году Был вручен Последний Раз Лучший Короткометражный Фильм Здесь На одну Бобину Максимум Две Был С 37 В 57 Год То есть Считалось Понимаете Вот размер Размер Фильма Считался Бобинами Ну Сегодня Говорить Об этом Смешно Лучший Новаторский Короткометражный Фильм Что под этим Подразумевалось Трудно Сказать Но в 36 Году Прекратили Давать Лучший Оригинальный Литературный Первоисточник С 29 По 57 Год Кстати Один Фильм Очень Забавный Который Тоже Советую Посмотреть Который Называется Иметь И не Иметь Это Фильм С моими Любимыми Актерами Голливудскими Которые Я очень Уважаю Прекрасная Пара Которая Состоялась Именно На этом Фильме А именно Хемфри Богарт И Лорен Беккл Она Кстати Тоже Российского Произрождения Ее Родители Приехали Из Белоруссии Из очень Маленького Местечка Ну В общем Половина Голливуда Такие же Как она Так вот Этот фильм С ним Отдельная Тема Он Был Номинирован На Оскар Именно В этой Номинации Лучший Оригинальный Литературный Первоисточник Но И это Был Такой Грандиозный В свое Время Скандал Дело В том Что Этот фильм Был сделан Был сделан Во время 1944 Год Американцы Сражаются С фашистами И так далее Подобное Дело Происходит Все На Мадагаскаре Французская Колония Он был сделан Как бы Чуть-чуть Как секвел Или продолжение Или похожесть Какая-то была С знаменитым Фильмом Касабланка Где тоже Играл Хемфри Богарт Но еще И играла Незабденная Другая Актриса Не будем Пока Ее Бергман Конечно Вы все знаете Говорить о том Но что произошло С иметь И не иметь Дело Что это в том Что фильм Начинался С новеллы Хемингуэя А заканчивался Идеей Фолкнера Кстати Что интересно Оба лауреата Нобелевской премии В литературе И фильм Конечно Хороший Триллер Для того времени Очень симпатичный Но Ах Он не получил Премию Оскар Потому что Не в этой категории Потому что Невозможно было Разобрать А кто же там Первоначальный источник Лучшие титры Такая была премия Исчезли в 1929 году А лучшее уникальное Художественное качество Исполнение Сложное название В 30-м Молодежная награда Академии Просуществовала Вплоть до 61-го года Потом ушла И лучший документальный фильм Исчез В 1943 году Документальные фильмы На сегодняшний день В Оскаре Не фигурируют И так Сказали академики Много времени На сегодняшний день Переходим К последним событиям Американская киноакадемия Состоит Из Больше 7 тысяч человек 7 тысяч человек Все они голосуют В этих 7 тысяч Человек Есть один Представитель России Единственный Поскольку я помню Это Александр Ефимович Роднянский Наш Довольно известный Продюсер Который работает В нашей стране И в США Ну больше конечно В нашей стране Снял он Много на самом деле Фильмов По-моему Остров Ну мы знаем Что это основной Продюсер Андрея Звягинцева Который как раз Неоднократно Это основной Продюсер Андрея Звягинцева И Кантемира Балагова Нынешнего И Федора Баначука Тоже Талантливый продюсер Ничего нельзя сказать И Я с ним хорошо знаком В общем Человек Который забирается Хорошо в кинематографе Молодец Вот он Член Американской академии Единственный Который представляет Нашу страну 17 гильдий Выросло из пяти То есть Если сегодня Взять статуэтку Там надо конечно В этой самой Бобине Проделать 17 дырочек Вместо пяти Но что делать Самой многочисленной Гильдии Является Правильно Актерская 1311 Голосующих Участников Каждая гильдия Голосует по своей Категории Актеры выбирают Лучшего актера Лучшего актриса Второго плана Лучшего актера Второго плана И так далее Вот почему Собственно Их намного больше Чем всех остальных Специальные группы Голосования Вне киноакадемии Создают для выбора Номинантов И победителей В категории Лучший Фильм На иностранном языке И так далее Лучший грим Лучшие Краткометражные фильмы Лучший монтаж Лучшие Специальные эффекты И так далее Все члены Киноакадемии Голосуют только По одной категории Все члены Все там Семь тысяч человек Это лучшая Картина И как бы Это такой Важный момент Из интересных вещей Которые тоже Хотел вам Вам рассказать Первая Телевизионная Трансляция Была Аж В 1953 В 1930 До этого Состоялась Первая Радиотрансляция А Все это Происходило В театре Который Назывался Кодек Знаменитый Кодек Но с Кодеком Все стало Довольно Сложно С появлением Цифры Вообще Цифра Довольно Много Убила Она Много Дала Но Много Убила Но Такая Компания Как Кодек Немножко Здорово Зашаталась Если Сказать Точно И теперь В В кинотеатре Который Называется Долби Раньше Он назывался Кодек А теперь Называется Долби Вот в этом же Кинотеатре Котором Все Всегда И происходило Он просто Поменял Название Происходит Вот Эта самая Церемония Знаменитая И вот Знаменитая Красная Дорожка Которая Раскат Раскатывается Которая Стоят Сотни Сотни Фотографов Которые Хотят Запечатлеть Момент Прохождения Звезд По этой Дорожке Конечно Конечно Это Все делается Для того Чтобы Эти звезды Прошли И сфотографировались Что интересно Что Если вы Когда-нибудь Побываете На премию Оскар Или Знаете Онлайн Или вживую То вы Узнаете Что это Скучнейшее Зрелище На свете Но это Безумно Скучно Слушайте Посмотрите Как это происходит Это долго Нудно И скучно Ну да Мы видим Там Звезд Которые выходят Поздравлять Конечно Причем Существует Совершенно Мифическая Для меня Традиция И никто Никогда Об этом Не задумался Почему Так происходит Дело в том Что практически Всегда Мужчина Говорит А женщина Открывает Конверт Ну В начале Большого пути Считалось Что мужчина Конечно умнее Но на сегодняшний день Женщина Получила Свои права Но все Продолжается По-прежнему Женщина Открывает Конверт И называет Мужчина Говорит Ну за исключением Конечно Мэрил Стрит Которая Должна Сказать Обязательно Своё мнение Она сама Открывает Конверт Сама Говорит Сама Объявляет Сама Поздравляет Извините Что если Статистику А во-вторых Я сам Пишу Рассказы Которые 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 Могут Которые Божественная Комедия Которую Данте Написал На итальянском Языке Называется Комедией Хотя ничего Комедийного Там нет Если вы Попробуйте Ее прочесть Я брал Приступом Отступая от Оскар Расскажу Что я Приступом Брал Две Книги В своей Жизни Это Данте И Гёте Фауст Это Очень Тяжелые Книги Но все-таки Я их Осилил Но ничего Еще раз Комедийного В Божественной Комедии Не нашел Однако Есть Вот такое Название Которое Делит И Голливуд Тоже Поделил Фильмы На серьезные Несерьезные Настало Время Второго Вопроса Йога Для Мозгов Вопрос Второй Он Значительно Проще Чем Первый Летом У Бывшего Кодека Нынче Долби Выкатывают Снова Ни с того Ни с сего Ковровую Красную Дорожку Ставят Те же Знаменитые Заграждения И Туристы Естественно В течение Двух Месяцев Могут Сфотографироваться На этой Ковровой Дорожке Мало Это Ставят Заставки Сегодня Можно Сфотографироваться За руку С кем Хотите Со звездами С бывшими С нынешними И так далее Выкатывание Выкатывание Красной Ковровой Дорожки Тоже Откуда-то Сдуто Эта идея Не принадлежит Голливуду Она возникла У других Людей Вопрос У кого Интересно Пишите Плюс 7903 7976333 И кстати Не задавайтесь По поводу Первого Вопроса У нас до сих пор Нет правильного Ответа Какой Непростой Вопрос Вы придумали Учите Историю Нашу Нашу Историю Учите И много Будете знать Это кстати Подсказка Была Да Конечно Еще какая А второй Вопрос Значительно Легче Кстати Я думаю Что вы Конечно Конечно Его Его Ответите Оскар Много Критикуют Безусловно Но я вам Прочту Что Например Написал Хотя В общем Получить Эту премию Естественно Считается Это мечта Любого Кинематографиста Знаменитым Меня сделал Оскар А не 17 лет Мучениц Работы В кино Но Оскар Не меняет Вашу жизнь Он лишь Меняет Людей И жизнь Вокруг Очень Интересное Замечание Действительно Вокруг Оскароносца Создается Совершенно Другая история Это написал Знаменитый Эдриан Броуэд Из интересных Фактов Про Оскар Скажу Сегодня Происходят Совершенно Фантасмагорические Вещи Например Фильм Не может быть Неноминирован Не вообще Представлен Если в нем Не играет Кто-то Из Негроидной Расы Понимаете Не может Обязательно Должен Чернокожий Афроамериканец Я не знаю Если афрофранцуз Будет сниматься Пройдет ли это Тоже Точно не знаю Но это должно Быть так И Меньшинства Тоже Должны В обязательном Играть В обязательном Фильме Присутствуют И так далее Не буду Выдаваться В подробности Всей этой Истории Я хотел Немножко Остановиться На лауреатах Из СССР И из России Потому что Это Очень интересно В 1943 Году Мало Кто это знает Победителем В категории Лучший фильм Документальный Стал разгром Немецко-фашистских Войск Под Москвой Режиссер Леонида Варламова И Ильи Копалина С участием Такого знаменитого Режиссера С театра Сатиры Норда Четыре картины Наши получили Награду В номинации Лучший На иностранном языке Это здорово На самом деле В 69 году Конечно И эпические Война И мир Сергея Бондарчука В 76 году Дерсу Зала Акира Курасава Он сделан Был в Советском Союзе И там играли Наши актеры Кстати Выпускники ВГИКа Совместное производство СССР и Японии В 1981 году Конечно Вы все знаете И помните Москва слезам не верит Владимира Меньшова И в 95 году Утомленный солнцем Никита Никита Михалкова В 2000 году Премией в категории Лучший краткометражный Анимационный фильм Был удостоен Мультфильм Александра Петрова Старик и море Который был сделан В 99 году И это здорово Это здорово Потому что все-таки Мы Страна Очень и очень Толковой кинематографии И очень хороших актеров Наши комедии Никогда не проходили В отбор Потому что Юмор присущ Нашей стране С некоторых пор Немножко непонятен Американцам Хотя По Книгам Наших авторов Снимались Американские фильмы «19 стульев» Сделано в Америке С доминитым Мелом Бруком У нас есть время Чтобы дать Правильный ответ А давайте-ка Это сделаем После рекламы Давайте Йога для мозгов В общем Получил много-много лет Не очень известно Честно говоря За что Но То есть Известно конечно за что Но Упекли бедного У него 84 Оскара Да Потому что он Самый оскароносный Продюсер Гениальный человек В своем Вороде Ну Посадили так посадили Из актеров На Оскар Больше всего Намерировался Джек Николсон В общей сложности 12 раз 8 За главные роли 4 за роли Второго плана 3 раза получал Оскар А у актрис 21 номинация У Мэрил Стрип 3 победы То есть По 3 Они разделили Рекорд Оскаров Не продюсерских Принадлежит Уолтеру Диснею Знаменитому Он претендовал На получение Статуэтки 59 раз И выиграл 26 То есть 26 Оскаров Статуэток Стоят сегодня В этом самом В Дисней Ну в Дисней В музее Дисней Еще что интересно Конечно Все о Еве Я вам говорил 14 номинаций Получил этот фильм Потрясающе совершенно Очень советую Посмотреть Потом еще Титаник И Ла-ла-ленд Не сравнить Все это Конечно Все о Еве Конечно Ну там Кого боится Вирджиния В 1966 Года Тоже 13 номинаций И так далее Там Можно Долго Обо всем Говорить У актрис Достижения С Мэри С Мэрил Стрип Это конечно Кэтрин Хэбберн Она с 30-го По 60-е годы И в 83 раза Получала Тоже Оскар Но номинировалась Меньше Теперь ответы На вопрос Итак 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 Давайте-ка с первого Давайте Значит История нашей страны Почему нашей страны Расскажу Дело в том Что Голливуд Вообще Начиная Со своего основания И особенно В 20-е В 20-е Особенно Был практически Насквозь Пронизан Выходцами От актеров До режиссеров И конечно Конечно Продюсеров Директоров И так далее Пронизан Выходцами Из Российской Империи Которые бежали От коммунистов От погромов И так далее Подобные Голливуде Говорили по-русски И наидишь Дело Звучается В том Что указом Николая Второго Во время Первой Мировой Войны Начиная С 14-го Года Все ордена Все Которые Российская Империя Раздавала В это Время Для Того Чтобы Навести Экономию Во время Войны Место Золотых Потому что Там Обязательно В порядке До войны Было Золото Начали делать Из металла В основном Это было Железо Что произошло Например Тот знаменитый Георгий Не солдатский Солдатский Был всегда Металлический А белый крест Георгий Там была Эмаль Но Эмаль Клалась На уже Такую Металлическую Основу Совершенно Не золотую Выходцы Из России А именно Селзник Знаменитый Знаменитый Продюсер И предложил В трудные Времена Выпускать Не золотой Оскар А Оскар Соответственно Алюминиевый И так далее Чем заслужил Благодарность Всех Потому что Это коллекционная Редкость Вы не поверите Александр Но наиболее Близкий ответ Пришел Из Одессы Откуда же Он еще должен Прийти Михаил Одесса Номер Украинский Плюс 38 Ну вот смотрите Михаил Где-то был Очень близок Но не совсем То написал Но он предположил Что пришло Из России Потому что С 1914 По 1917 Годы Чеканились Монеты Не из золота Из более дешевых Металлов Но Михаил Предположил Что это идет Не от креста Но все-таки Немножко другая Логика Не засчитываю К сожалению Это самый Близкий ответ Остальное было Достаточно далеко И Анна Причем любая Фрачная На шее И Анна И Станислас И Белый Орел Все эти ордена Во время войны Были уже Не золотые Металлические Все остальные Решили Что виноваты Зубы стоматологов Которые были Знаете Историю нашей стороны Которые проникают Везде И это здорово Потому что наши люди В Голливуде Сказали очень и очень Веское слово Начиная от Продюсеров Билли Уайлер И так далее Который не знал Русский язык И заканчивая В общем Не заканчивая Юлом Бринером И Барышником И так далее Барышник Снимался в кино Если мне кто Возрастет Что он танцор только И второй Правильный ответ Это конечно Каннский фестиваль Каннский фестиваль Который В общем-то Курортный город И который Во время Когда уже Заканчивается Фестиваль И именно В августе Месяце На стыке Июля И августа Вываливает Вот этот Свой знаменитый Красный ковер На улицу Он весит Много-много тонн По-моему Голливудский Весит 64 тонны А Французский Весит Тоже Под 40 По-моему 32 Или что-то В этом духе И Делает Абсолютно Ту же атмосферу Что и На Каннском фестивале И конечно Все туристы Хотят С ним На этом ковре Сфотографироваться Вот такая История Оскара Так Но здесь Правильный ответ Его дал Виктор Ура Мы вас поздравляем Виктор Вы получаете книгу Книга Книга с автографом За мной Марии Мы уже должны Закругляться Я всем желаю Хорошей недели Мы услышимся В следующий Понедельник С вами была Йога для мозгов И ее ведущий Александр Добровинский И переслушать Пересмотреть Можно на ютуб-канале Серебряного дождя Заходите Ютуб Серебряный дождь Пересматривайте Комментируйте До следующего Понедельника Субтитры сделал DimaTorzok Комментируйте Комментируйте